приветище это зомби эйсер долгожданная игруха обновилась наконец-то разработчик долго там ковырялся и наковырялся в общем у нас теперь доступно две новые локации которые мы будем изучать но есть одна загвоздка дело в том что я прошлые серии я же два раза игру эту проходил первый раз по-быстрому второй раз и глубоко так за ник в этот мир и начал тут рыскать в общем эти две сохранялки которые у меня были они сейчас не работает потому что разработчик разработал новую систему сохранения более крутую более прогрессивную и соответственно мои сохранялки тут не работают собственно они улетели в тартары сейчас сохранение разработчик он любезно их предоставил любому человеку кто захочет может загрузить сохранение разработчика и как мы видим здесь есть один вагон который застроен деревяшками тут огромная куча шкафов в шкафах огромная куча ресурсов. И помимо этого у нас появился робопес, который будет помогать нам в наших путешествиях таскать наши невероятно тяжелые суммари. Давай же посмотрим, что у него там есть. Ну вот, устройство. Шестеренки какие-то. Это место для погрузки или что? Или для апгрейда? Его можно, видимо, апгрейдживать как-то. Не, молоток сюда не кладется. Тут модуль улучшения. Режим ждать. Ждать оператора на месте. Собственно, вот у нас несколько режимов. Но взаимодействовать мы с ними пока что не можем. Разработчик еще не доработал. А как тебя запустить, дружочек мой? Подобрать. А, я его таскать могу, в принципе. Какой он тяжелый. Дай его поставим. Положить. Вот. Ладно, я думаю, потом разберемся, как его запускать. Может быть, он еще даже не функционирует. Хайда не, он должен функционировать. В общем, что мы сейчас делаем? Мы смотрим, что у нас тут имеется. Берем, значит, пушки, патроны и идем исследовать новые территории. Вот аптечка. Она нам нужна. О, у меня энергетики есть. Ммм, неплохо. Только зачем такая куча? Давай переложим парочку. Ну, допустим, сколько мне надо оставить? Значит, 25 перекладываем, 5 оставляем. Вот, отлично. Я еще помню, как, что тут делать. Бинтики нам, в принципе, давай возьмем, знаешь, сколько? Так, смотри, короче. Аптечки две штуки берем. Вот так вот. Бинтики. Берем пять штук. Отлично. Энергетики. Вода обязательно нужна. Вода. Ну, давай пятерку возьмем. Шоколадки не нужны. По еде бобы лучше возьмем. Бобы давай тоже пять штук возьмем. Дальше. Провизию, значит, взяли в наш рюкзачок. А, я же тебе не показал, как я выгляжу. Вот. Вся броня на мне. У меня крутые шипованные башмаки. Прокачал вот так вот все свои статы. Теперь я очень крутой. Практически такой же, как и раньше. Деньги нам пока что не нужны. Я даже не представляю, куда их тратить в зомби-апокалипсистическом мире. Здесь шкафчики все пустые. А где оружие? Оружие дайте мне, пожалуйста. А, вот, собственно, оружие. Значит, мы берем калаш. Автоматический дробовик. Вот так вот. На гранаты. Ну, штучек давай пять возьмем. На всякие патроны. Естественно, берем не всю пачку. Соточку вот этого. Соточку вот этого. Соточку вот этого. Ну и биту, естественно. Кстати, бита почему-то не модифицирована. Обычная бита. Это пластинки для плеера. Точнее, граммофона. Плеер. Ха, смешно. Здесь пусто. А, по всей видимости, остальные ящики пустые. А, пластик, пожалуйста. Металл. Дерево. Угу. Ну что, попробую сейчас еще все-таки как-то запустить. Мы его сейчас возьмем в руки и поставим его на землю. Возможно, его положить надо на землю и потом взаимодействовать. Включ. Во! Точно! Включен. Во время атаки что мы можем? Пассивный, нормальный, агрессивный. То есть он может еще и атаковать. Оружие я могу сюда положить? Нет. А гранату вот сюда? Нет. В общем, все. Мы разобрались. Окей. Сейчас тебя погружаем на борт. Все. Робот работает. Мы его запустим чуть попозже. Уверен, это будет прикольно. О, да. Можно гудану здесь? Гудану, гудану, гудок. Не работает. А что у меня по бензину-то, кстати? По бензину? Фуууу. Полный бак. О, да. Ну, что тогда? Включаем двигатель. Гудок. И немножечко скорости давай прибавим. Вот так вот. Реверс у нас в правильном направлении. Тормоз убираем. Поехали. Let's go. О, yeah. Значит, перезаряжаем АК. Разработчик еще, помимо всех доработок, изменил текстуры, деревья, траву. Ну, в общем, весь мир он переработал конкретненько так. Не все, конечно, но по большей части. Так, скорость, наверное, подбавим еще побольше. Давай соточку. Радио так и не работает, как оно трещало тут, так и трещит. Здесь у нас ничего нету. Интересно, сколько ехать до следующей локации? А? Поезд, да, ты поезд. Блин. Я раньше, кстати, когда у меня был двухъярусный второй вагон, я мог со второго яруса запрыгнуть на верхнюю часть поезда. Помнишь, как это было прикольно? Я мог стоять вот здесь вот и все видеть. А я сейчас внизу и нифига не видно. Ну что, пока едем. Давай посмотрим меню строительства. Что-нибудь тут добавилось, нет? Ничего нового не добавилось. Все по стариночке. Все то же самое. Окей. Единственное, что пункт меню управления электрификацией поезда и строительства поезда появилось. То есть вот, наверное, я могу электричество. Что, загрузка? Опа, мы въезжаем в новую локацию. Ух ты, ух ты, ух ты. Там мостик, там мостик, там мостик. Я вижу мостик. Я вижу мост. Значит, что-то там интересное, возможно, будет. О, это дом? Или это здоровенный камень? Подожди. А, это здоровенный камень. Карта у нас... Нет, карты нет. Время чего у нас? 13.11. Речка знакомая. Мы тут, возможно, уже проезжали. Просто в другом районе. Вон там, чуть дальше. Домиков нету. Возможно, это просто поездатое локация, по которому мы нормально катимся. Разработчик об этом говорил, что нужны какие-то промежуточные локации, на которых ты будешь на поезде ехать и просто любоваться. Заниматься своими делами и не будешь отрываться. Так что есть вероятность, что здесь мы сейчас ничего не увидим. Ну так тихо, что скучно. Давай, может, пошалим минуточку. Эй, шкири! Вэй, вэй! Ну все, все, побаловались, пошмели, хватит. Жалко, тут нету бинокля, чтобы рассматривать все то, что есть вдалеке. Всю красоту этой природы. Ой, красиво, конечно, красиво ничего не скажешь. Мы были сейчас вон на той стороне, и мы вот так вот круг дали, объехали это озеро, теперь мы едем с другого... Не, стой, 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 дорожка, тропа, 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 тормози, тормози, тормози. Выключаем двигатель. Мы еще и кого-то сбить умудрились. Стой-ка. Давай-ка назад. Погоди. Кого это мы там быданули? Задний ход, поехали. Вот это нифига себе. Тут, оказывается, зомбари. Тропиночку. Я бы так и проехал бы эту тропиночку. Тормози. Ну-ка. Дай посмотрю. Кого мы тут умудрились сбить-то? О! Пупец! Чей-то валяется. Так. Берем, значит, наш робот. Спускаем его на землю. Активируем. Робот, ты идешь со мной? Эй, черт, надо... Подожди. Надо свободные руки. Значит, берем робот. Спрыгиваем. Ставим тебя сюда. Активировать. Включен. Эй, забавно. Ты будешь за мной ходить? Пойдешь? Нет, он пока ожидает. Надо его настроить. Ждать. Следовать. Атаковать. Пассивный пусть будет. Отступление. Включен. Чтобы нам не повредили робота. У него все-таки есть здоровье и аккумулятор. О, аккумулятор. А как мне его, интересно, его заряжать? Мой новый друган. Мега робопесик. У него, смотри, на ногах цепь или что это? А, это шипованные такие прорезиновые ножички. Окей. Блин. Я теперь думаю, я не пропустил или где я там тропинки вот такие вот ищу, а? Черт. Мог и пропустить. Какой ты... О, побежал, побежал. Давай, 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 давай. Нагоняй меня. Да, с тобой далеко-то и не уедешь, шибко. Единственное, я так и не понял, как грузить на него вещи. Но, может, разберемся. Может, я какие-нибудь модули найду сейчас. Да, тропиночка, я тебе хочу сказать, не коротенькая. Поворачиваемся назад, а поезда-то практически не видно. Вон, там он далеке стоит. А где песик мой? Эй. Иди сюда. Ко мне кушать. Бобик. Бобик. Или шарик. Как его будем называть? Бобик или шарик? Боб-шар. О, точно, Боб-шар. Прикольное имя для робота. Боб-шар. Что я хотел? Ну, во-первых, надо выпить. Сейчас будет энергетика, потому что выносливость кончается нереально быстро. Вон там подъем в гору. Возможно, что-то на сопке будет. Но это не точно. Ты видишь что-нибудь там? Строения какие-нибудь еще-чего? Я нифига не вижу. Эх, лесок. Все, выносливость кончается. Мы выпиваем. И надеюсь, что бодрость... О, да. Восстанавливается намного шустрее выносливать теперь. Ух ты. Ух ты. Самолет. Нифига. Ну, по крайней мере, это задняя часть самолета. Какой здоровенный. Прыгать не умею. Только перекаты. Блин, забыл, что прыгать-то тут нельзя. Афигеть. Ого. Пассажирский лайнер. Да ладно. Причем он даже не ржавый. Он тут относительно недавно. Ну, может годик или два. Ничего себе. Ничего. О, зомбари. Песик. Песик где-то в гаграх. Или сыт на какое-нибудь дерево своим маслом. Значит, пойдем сака раздадим. Бах. 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 Ага. Вон. Спецназовцы. Зомбары спецназовцы. Жиробасина стоит. Как я, по-моему, скучал, ребята. Давненько не виделись, да? Надо было еще пистолет взять. Что-то я про пистолет забыл совсем. Машуня. Ё-моё. Машка, обрыгашка. Давненько не виделись. Опа. Давай взрывайся. Не подходи. Что? Перезарядка? Что-то у меня как-то патроны быстро кончаются. Тебе так не кажется? Наконец-то он слег. Сейчас я тут облазю все. Только надо сперва разобраться со всеми вот этими чижами. Надо в морду тебе попасть. О, готов. Перезарядка. Патронов надо было побольше брать. А где пюсель-то мой? Вон он скачет. Ничего себе. Я сюда прибежал уже тут. Половину зомбарей взмахрытил. А он только подбегает. Эээ. Руки культяпки. Не подходи ко мне. Вон там еще один жароба. Снова слишком далеко. Я думаю, нет смысла туда идти. И обстрел устраивать его. Щитник вон стоит. Ну, дальних-то я не буду трогать. Так, патронов немного. Хэд-шот. Так. Что у нас в самолетике? Пять патронов осталось. Шумок. Знаешь, что это мне напоминает? Форест. Ё-моё. Реально. Форест. Самолет. Куча вещей. Тут багаж какой-то валяется. И все это в лесу происходит. Форест на минималках. Тряпки. Да не. Я это все собирать не... Вот еда. Да. Забрать. Сумочки. Пакетики могу собирать с чипсами? Нет. Не могу. Бабки возьмем. Воду не взять. Ну, наконец-то пришел. А то мне тут совсем скучно одному. Как насчет попить? Давай-ка попьем. И, наверное, вот чипсулем не закинемся. Немножечко так. Так, воду выпил, появился пластик, смотри-ка. Раньше этого не было. Вот это хорошо. Продуманная система. Все, отлично. Пожрали, попили. Пойдем, зайдем внутрь. Так. Робот, ты со мной пойдешь? Что у нас по времени вообще? 16-14 скоро темнеть начнет. Есть кто? Здесь можно пройти? Нет, там тупик. Ох, блин. О, откры... Ничего себе! Это все открывается. Что мы с тобой делать-то будем, дружочек? Ты что таскать-то можешь? Как-то на тебя устройство, блин. Ладно, модули будем искать. По-любому они нужны. Без них как бы тут вообще... Нифига. А, вот эта огромная дылба, это один ящик. Я-то думал, вот тут 4-3 ящика, и в каждом что-то есть. Но нет. Я немножечко профанился. Идем сюда. Ах, блин. Че так пугать-то за... А в туалете заперли кого-то. Интересно, он эту дверь быстро сломает? Ладно. Робот, отойди. Вот. Минус этого робота, то что он мешается. Не пройти теперь из-за него. Так, хорошо. Пускай он там долбит дверь. А-а-а. Нифига себе, он достал сквозь дверь. Черт. Прострелить его нафиг. Так, ладно. Ммм. Давай-ка откроем из-за дробаша. Выходи. Чунь-гач-кук. Готов. Ох. Сколько там машин, я сейчас блюванет. А-а-а. Хо-хо-хо-хо. Че началось-то тут? Кровище. Кровавый самолет. Крововая месть. Зомбари. Фух. Кто-то идет. Кто-то идет. Кто это? Оно зашел. Че-то там жик-жик-жик. Надо гаситься был тебе, робот. Перекрыл мне проход. Закрываем двери. Фух. Аптечечка. Вовремя. Бинтики. Давай, перебинтуется. Ой, да. Начинаются эти снова времена апокалиптические. Может, мы здесь реально какой-нибудь модуль найдем все-таки для моего робота? Очень хотелось бы. Пока пусто. Ничего нету. О, сумка. А может быть, багажные места, отделение открою? А, нет, никак. Не открыть. Для сумок месту. Все, кончились, Патрики. Блин, опять кто-то меня... Меня кто-то лупит, но я понять не могу. Видимо, опять со стенки. Робот, отойди, пожалуйста. Ай. Ладно. О, стой. Тут вот что-то еще лежит. Таблеточки. Давай вкинемся таблеточками, раз я их подобрал. Обезболивающими. Вот, вот эту дверь я могу закрыть, пройти. Теперь давай откроем, посмотрим, что тут у нас в туалете. Не шиша тут нет. А тут в этом туалете тоже не шиша. Закрываем. А здесь у нас шпакля сидит. На тебе. Нет, это не шпакля, это был обычный зомбарь. Шпакля-пакля. Зубочистка. О, сумка. Между рядами не пройти, это печальная печаль. Что, я уже до хвоста почти дошел. Машка не пугает. И так, вот, две Машки. Стюардессы наши. Стюардессы Марии. Пусто. Не шиша. Пойдем вот здесь вот пройдемся, сейчас сумочку общарим. Может, тут документы какие-то? Шиколотия. Документы. Можешь отойти? Робо, крутой пес. А-а-а. Придется бегать. Ладно, не проблема. Это мои патроны тут валятся зеленые. Точно. Вроде как мои. Самолет нереально длиннющий, блин. Еще пару сумок. Окай. Между рядов. Вон там сумка лежит. Второй ярус самолета, серьезно? Жи! Стоял такой, нюхал тут чё. А тут твой друган, да, походу, ломец? Кто здесь? Выходи. Вышел неудачно. Сразу отхватил свинца в голову. Ну чё? Пойдем поднимемся. Как вообще? Мне казалось, что это самолет с одним уровнем. А тут два уровня. Обалдеть. Ух ты ж! Спецназец. Откуда спецназец в самолете? Ты чё тут забыл? О, еще один ползет. Но это не спецназец. Сейчас разберемся. Может, биту? Пустим. Нет, не буду я пускать биту. Слишком близко тут. И места мало для разворота и маневра. Это, знаешь, воздушный маршал, наверное, тот был. Спецназец. Я не знаю, в России есть воздушный маршал? Наверное, что-нибудь подобное есть. Но в Америке они есть. Короче, воздушный маршал – это типа полицейские, которые летают практически на каждом рейсе. Если что-то случается, они могут тебя спасти. Ну, там, знаешь, террористические захваты или еще что-нибудь. Вот, ладно. Тут воздушных маршалов точно уже нет. Я его кокнул. О, это мы тут в бизнес-классе находимся. Второй этаж с бизнес-классом. И что тут у нас в бизнес-классе есть? Может, кто мне модуль для робота даст? Шоколадки. Машуня, стюардесса. Как ты тут появился? Эй, чудила. Машка еще ни одна в меня не кинула свою едкую бомбочку. Отрыжку. И это, наверное, к удаче. Значит, мы сейчас хорошенечко тут все зачистим. И выйдем с чем-то интересным. Ну, обычно в каждой локации есть что-то интересное. О, Машка там кинула все-таки свою отрыжку. Что, Патрики? Патрики кончились. Бежим. Бежим. А, пока перезаряжается. Не могу быстро бежать. Вокруг тогда. Вокруг бизнес-класса. Вот так вот. Перезарядка закончилась. О, размозжились твои мозги по салону самолета. Не долетел бы до теплой страны. Что тут у нас? Блин, жрачки тут, конечно, навалом. Ну, а что ты хочешь? Самолет. В самолете всегда есть какие-нибудь припасы. Маршуни, спаку-ка. Я понимаю, что ты меня давно не видела. Ты соскучилась. По моему крепкому телу. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один маршал. Как я его быстро вынес? Здесь у нас Пакля. Привет. Привет, приветки, приветульки. А еще кто-то? А ты откуда взялся? Откуда ты пришел? Вниз спуститься. Какой-то самолет. Как будто... Мне кажется, там как будто еще кто-то есть. А самолет, смотри, спуск вниз. Там еще куда-то. Ощущение, что это не самолет, а здание, блин, какое-то. Кабина. Кабиночка. Это пилот, по всей видимости, да? Ты пилот? Ну, пилот в шортиках. Да, наверное, пилот. Еще кто-то пришел? Блин. Все? Со всеми? А можно как-то запустить самолет, пожалуйста? И улететь отсюда? Все темно. Ничего не... Может, я могу... Нет, тут я ничего не могу нажать. Джойстик для управления самолетом. Наушник. Или это не наушник? Ой. Чьи-то мозги на потолке остались. Ладно. Самолет зачистили. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. О, здрасте. А это еще круче бизнес-класс, по всей видимости, да? Это прям первый класс. Первый класс с комфортом для удобства. А, это баррикада какая-то. А, мы обошли. Не пой... Все, понятно. Все ясно. Вот почему я сюда не мог тогда пройти. Я думаю, что за деревяшки-то тут? А, это тут стулья, табуретки и кресла. Поскидали в одну кучу. И там вот сверху, смотри, чье тут тело свисает. Ну, что я могу сказать? Самолет зачищен? Я слышал, что кто-то идет? О, только тебя не хватало. Че, как будем с тобой бороться? О, отлично. Открылся сам. Это очень хорошо. Всегда напрягалось, что нельзя брать щиты спецназовцев. Все, мы выбрались. Вот, короче. Теперь я с другой стороны. Вот здесь эти кресла торчат. То есть туда не пройти. А я выхожу. Ночь на дворе. Сколько времени-то? 18.57. Да, долго я тут шастал. Очень долго. Может на самолет забраться? В округе я не думаю, что что-то еще есть. Машунь, ты в округе тут бегаешь, да? Ну-ка, на самолет получится забраться, нет? Нет, ну блин. А, вот, получается. Давай, давай, давай. Залази. Ты же можешь. Я знаю, что ты можешь. Не, не могу. Эх. Эх, эх, эх. Жалко. Ладно, сейчас я вокруг тут бегу, посмотрю, есть что интересно или нет. Вот это, конечно, бугаи какие-то здоровые стояли. Так. Это его точка соприкосновения пуза самолета. Хочу посмотреть, какой маршрут он, точнее, какой тормозной путь у него был. Привет. Учитывая, что ты тут стоишь, то что-то тут интересное явно есть. Может, что-нибудь от самолета отвалилось. Неудачное время, конечно, выбрал. Чтобы пойти на разведку. Тормозной путь. Деревья поваленные. И что, все, что ли? Вот такой маленький тормозной путь. Фу ты, ну ты. Не, ну тут точно ничего нет. В этих потемках нифига не видно. Смотри, смотри, призрак идет. Призрак. Робопесель. Забавный ты, мой друган. Кстати, до меня только сейчас дошло, что я же верстак не сделал. Наверняка на верстаке или на исследовательском столе где-нибудь есть модули, которые можно было сделать для робопса. Я знаю, что сейчас модулей не так много, но разработчик обещал. Вот смотри, вот они модули. Разработчик обещал, что он сможет сюда поставить турель в будущем. Ну, то есть мы сможем создать турель и поставить ее на робота. То есть ходячая турель. Это же офигенно будет. Ну все, замолетище. Спасибо тебе за интересное времяпровождение. Мы отсюда идем к нашему поезду. Сейчас займусь верстаком. Ну, наконец-то. И полчаса не прошло, как я дошел до этого места. Песель где-то там в буграх. Опять мочится маслом на дерево, видимо. Я сейчас просто посплю, и робот придет. Надеюсь на это. Так, значит, спать до утра. 12 часов. А сейчас сколько времени? Подожди. Сейчас у нас 21.56. Ну, 12 часов нормально спать. О, подъем. Робот. Робот. Что, робот не пришел? Эй. Блин. Ну как же так? Что ты такой долгий? Может, его там разобрали зомбари на запчасти? Ну ладно, это не важно. Что, у меня фонарик включен все-таки? Сейчас, подожди. Я же вроде его отключал. А, у меня фонарик и на дробаше, и на лобаше. Ладно, убираем ствол, и фонарик не светит. Ну да. Значит, давай попробуем что-нибудь построить. Как насчет строительства верст... А, строительство на поезде. О, о, о. Робот пришел. Ну и чудно. Совсем забыл, что у нас вот он, компактный верстак. На нем делаем обычный стол плотника. Металлический верстак. И вот потом уже будем разрабатывать что-нибудь другое. Пойдем, короче, за материалами. Нужна куча металла и куча древесины. Сейчас мы возьмем это все. Древесины сколько возьмем? О, кстати, есть хочу. А, пить хочу. Ну, древесину давай 30-ку возьмем. Влазит столько. Сейчас я пожру, поем, попью. Все, наелись, насытились. Перекидываем железо тоже 30-ку. Давай, пускай будет. А, нельзя. Ну, давай, я не знаю, 14, да? О, по-братски. По чесноку. Значит, делаем сейчас все верстаки. Деревянный металлический стол плотника. Один штука. Теперь металлический верстачок. Готовенько. Все это перекидываем сюда. Можно прямо вот сюда. Сейчас мы расставим. Вот сюда. И вот сюда. Так, молоток не для всего подойдет. Для этого подойдет. Давай, калашмарь. Потом надо будет сделать металлическую фигню. Как она? Крутить болты-то, как она называется-то? Разводной ключ, господи. Давай, создавай. Берем его в руки. Пойдем крутить болты. Кажется, я не той стороной поставил. Но да. Но ничего страшного. Так поработаем с другой стороны. Готово. Давай посмотрим, что мы тут умеем делать. Пресс для снаряжения. Гляди-ка. Патроны теперь могу делать. Это очень круто. Паяльник. Раньше его не было. Древесно-угольная бочка. Не помню, была ли нет. Но вот камины были у нас. Железные камины, я помню, делал. Это было верстак инженера. Его не было. Современный стол. По-моему, был. И вот камин. Так, значит, мы можем сделать сейчас инженерный стол. Оплотничий стол. Оружейный верстак. Стол фармацевта. Стол портного. Это все было. Электрическая печь. Это все было у нас. Давай инженерный стол по-быстренькому сморганим. Что нам там нужно? Пластик, металл и движки. Идем брать. Сейчас по-быстрому возьмем. Вот, значит, движок. Возьмем, ну, не знаю, пять штук. Металл. Давай десятку. Ой-ой, 90. Нафига мне 90. Мне десяточку. Вроде бы все. Все остальное у меня было. Сейчас посмотрим. Паяльник. Да, создать. И теперь инженерный верстак создаем. Играем по-крупному. Теперь вы можете создавать электронику и роботизированные механизмы. О, то, что нам нужно. Четенько. Сейчас только поставим его куда-нибудь. Ну, давай сюда. Пусть тут стоит. Скручиваем гаечки, болтики, шурупчики. Нифига себе, вот это стенд. Так, робот, иди сюда. Давай-ка я тебя заберу, чтобы ты тут не промок. Выключаем тебя. Берем на ручки. Пошли, мой пупсичек. Поставлю тебя вот здесь вот. Вот, полежи. Итак, что я могу сделать? Смотри. Устройство хранения тканевая сумка. Устройство хранения кожаная сумка. То есть мы можем две сумки бомбануть на нашего робота. А может быть даже и четыре. Обвешать своего робота сумками и, короче, идти с ним куда-нибудь вдаль. Считай, робот верблюд. Офигенно же. Ну что. Поскольку у нас две локации. Одну из которых мы уже увидели. Осталась следующая. Последняя. Мы ее оставим на следующую серию. Плюс еще апгрейд нашего робопса. Так что, если тебе понравилось, ты хотел бы увидеть продолжение. Не забудь ставить пальцы вверх под этим видео. То есть лайкосы. И подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии. На которой мы, собственно, и увидимся. Так что, до встречи.